Дан Тест Добро пожаловать в мир окинавского карате! Дан Тест Дан Тест Дан Тест И вот мы находимся в Додзю, одной из самых известных и популярных школ окинавского карате. Окинавское Годзюрю. Привет, Богдан! Привет, Гия! Со мной сейчас два замечательных парня, два замечательных бойца, которые знают о Годзюрю очень много. Больше, чем многие люди думают, что они знают о Годзюрю. Ребят, первый вопрос. Что для вас такое Годзюрю? Что это за система? Что она дала лично вам? Ну, я начал заниматься вообще разными стилями боевых искусств, самбо, в 13 лет. Перепробовал очень много. Занимался штакан, занимался ушу. В Годзюрю я нашел все, что искал. То есть, в принципе, вот для меня это стало некой квинтэссенцией боевых искусств, такой вот полный абсолют. То есть, вот сочетание мягкого-жесткого, оптимальная стратегия боя, оптимальная философия боя. И самое главное, что это стало вот неким таким, да, стилем жизни, неким стержнем. Для меня вообще Годзюрю началось с того, что я случайно увидел фильм BBC. Помните, был такой ЗВФ карате о жизни сенсей Морио Хигаона. Я в тот момент занимался ушу. Я когда увидел этот фильм, я понял, что все, вот все, я должен найти вот это. Я даже не знал, как это называется. Я просто увидел фильм, а там же, если вы помните, он же на английском языке. А я тогда еще, в отличие от сейчас, английского не знал. Я не мог даже понять, как стиль называется. Я начал искать. Я два года искал, чтобы мне кто-то подсказал вообще, что это за человек и чем он занимается. Тоже занимаюсь, значит, с самого детства. Перепробовал очень много школ. Занимался разными школами, совершенно разными направлениями. Там и кикбоксингом занимался. Но вот в течение всего этого поиска, когда уже попал в Годжури, это было еще в Грузии, да, я занимался у Патыча Лидзе, сенсея. Для меня это было совершенно полное откровение. То, что я там увидел и то, что я видел до того, это разительно просто очень сильно отличалось. Поэтому, естественно, я влюбился просто в этот стиль. Тренировались мы с утра до вечера. И нашел в нем вот все, что я искал в боевом искусстве. А вот так, чтобы что такое Годжури сформулировать, для себя я принял такую, можно сказать, может быть, интересную формулировку. Годжури – это достаточно жесткое, очень эффективное боевое искусство для интеллектуалов. То есть здесь есть и то, что применить, что применить очень эффективно. И есть масса всего, над чем можно подумать и думать в течение всей жизни. Ну, сейчас происходит такой у нас перекос. В первую очередь, наверное, это в интернете. Очень много споров о том, откуда появилось карате, откуда появилось ушу. Начинаем копаться где-то там глубоко, глубоко, глубоко. И при этом мы забываем о том, что надо банально просто тренироваться в зале, банально изучать это карате. Вы этого не забывайте. Вы действительно и думаете о том, что такое Годжури. И в то же время вы пашете в зале. И я не могу, в общем-то, сразу не обратиться вот к этому интересному такому сооружению. Давайте вы мне расскажете, что это такое вообще. Два слова скажу, значит. Эта штука – это, в общем-то, одна из разновидностей макевар. У нас здесь в зале много различных макевар. Да, мешок, собственно говоря, тоже в том числе макевара. Но вот эта вот макевара, например, моя любимая. Я без нее не обхожусь, наверное, вообще ни одной тренировки. Почему? Во-первых, потому что, вот, кстати говоря, из этого выросло то, что потом делал Брюс Ли. Которая поворачивалась, помните, с палками. Вот это вот более такой оригинальный вариант. Второе. Это дает, как ни одна другая макевара, ощущение реального и очень жесткого человека. То есть удар вот в этот мешочек наверху, с песком, да, это примерно то же самое, что, ну, я не знаю, ударить человека с мышцами и пробить его до кости. Второе. Вот эта палочка, она вытаскивается, вставляется в разные вот эти вот дырки. На ней можно отрабатывать блоки, удары, передвижения и так далее, и так далее. Здесь, правда, нет еще второй. Вот здесь навешивается еще вторая для Майгери, Маваши и так далее. То есть она такая вот традиционный метод тренировки не только мощи удара, но в том числе и чувствительности. Чувствительности блоков. Гудзюри на этом основан, она чувствует по основам. Помимо того, что Гия сказал, на самом деле, вот в этом тренажере видно, собственно, что такое Гудзюри. Потому что все равно любой стиль боевого искусства выбирает для себя какую-то определенную стратегию боя. Гудзюри – это стиль ближнего боя. И вся стратегия сводится к тому, чтобы войти в ближний бой и наиболее эффективно в нем функционировать. Поэтому вот этот вот аппарат, не побоюсь этого слова, он и как раз позволяет отработать эффективную связку блок-удар в ближнем бою. И в принципе большинство тренажеров Годзю, которые существуют, они тем или иным способом позволяют отработать эффективное действие в ближнем бою.